В регионе могут появиться курсы для родителей несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики. Такое предложение было озвучено на Координационном совете по материнству, отцовству и детству. Разработать соответствующую образовательную программу поручено Департаменту образования совместно с Центром ДАР. На заседании озвучили ряд других предложений и вопросов. Один из них касался детей-кочевников, которые не получают должного образования. Уполномоченный по правам человека Александр Белугин поднял вопрос об организации образовательного процесса для кочевников. По информации Департамента образования, 26 детей семейно-родовой общины ЕМПТО сегодня не проходит обучение. Причин этому несколько. Это связано, возможно, с их жизнедеятельностью все-таки. Мы прекрасно понимаем, что родители не хотят отпускать детей дальше на обучение. Они заканчивают определенные до 3-го, до 3-го, до 4-го класса, и дальше родители уже не отпускают. Возможно, нам необходимо на территории округа продумать систему обучения именно в рамках семейных, вот именно этих кочевых школ. Вопрос создания кочевых школ сегодня прорабатывается с учетом мнения самих кочевников, отметила руководитель Департамента образования Галина Медведева. Предлагаются различные формы образования. Мероприятия прорабатываются на сегодня. Это когда они приходят к точкам, в том числе и плюс, летний период делать учебным. Потому что в части зимнего периода, когда они далеко находятся, либо от Каратайки, или от Амдармы, мы, несомненно, можем делать как каникулы. Нам сегодня закон позволяет, тем более кочевой школы, сдвигать учебный процесс для особых условий. Практику кочевых школ в Ненецком округе планируют внедрять уже в 2016 году. Пилотный проект может быть запущен в Ненецкой общине Канин. Вместе с родителями сегодня там проживает 38 детей дошкольного возраста. Разработкой моделей специальных учебных заведений для детей оленеводов занимается Департамент региональной политики НАУ. По подсчетам специалистов, организация кочевых школ более экономична в сравнении с бюджетными расходами, связанными с вывозом и содержанием детей в школах-интернатах. Подобный опыт организации учебного процесса детей и кочевников уже существует на Ямале и в Якутии.